В эфире информационный канал «Город». Мы продолжаем. Ограбление в жанре голливудских блокбастеров произошло в Кирове на Октябрьском проспекте. Полиция до сих пор ищет хитроумных преступников, которые проникли в ювелирный салон через подвал. В нем они сделали подкоп, проломили пол магазина и похитили золотые украшения с бриллиантами. Ущерб составил несколько миллионов рублей. Подробности в рубрике «Место происшествия» напоминаем. Материал имеет возрастное ограничение 12+. Ювелирный салон находится на первом этаже жилого многоквартирного дома. Обычно жулики проникают через входную дверь, но это не тот случай. Подозреваемый зашел со двора. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина заходил в подъезд. Этот маршрут в подвал он повторял несколько раз до тех пор, пока не продолбил себе ход в ювелирный салон через туалет. Ну, долбили. Долбили. Что долбили? Где долбили? Думали, что делали. Кто-то ремонт. Все. Больше мы ничего не знаем. Ну, долбили, когда слышно было везде, во всем подъезде. Как стало известно, воры знали, что салон не работал и спокойно похитили украшения. Известно, что пропали изделия с бриллиантами. Одной из них стоимостью от 1 до 2 миллионов рублей. По данным полиции, ущерб составил около 3 миллионов рублей. Оригинальных грабителей сейчас ищут. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Скорее всего, золотые изделия были застрахованы. Впрочем, владельцы салона уже гарантировали полмиллиона рублей за информацию о преступниках или похищенных бриллиантах. В Кирове на перекрестке улиц профсоюзной Карла Маркса неадекватный лихач на Ниссане Альмера не вписался в поворот. Машина в кювете перевернулась и врезалась в дерево. Теперь авто не подлежит восстановлению. Эвакуаторщику пришлось попотеть, чтобы достать машину из-за врага. Как выяснилось, пострадал 24-летний виновник аварии. Осколками стекла ему порезало лицо. После встречи с медиками его передали сотрудникам ДПС, ведь у лихача имелись признаки опьянения. Правда, от экспертизы гонщик отказался. Теперь ему грозит лишение прав. Досадным задержанием закончилось празднование юбилея для автоледи на Хонде. На улице потребка операции после неудачного маневра она едва не врезалась в иномарку. Инспекторы остановили машину и поняли, причина неуверенного вождения вовсе не в ее скромном опыте. На девушку составили административный протокол за пьяное вождение. Машину эвакуировали. Автоледи пришлось вызывать на место задержания такси.